Привет! Я кролоняня и работаю в антикафе с кроликами. Сегодня я расскажу, как работают кролоняни, в чем заключается их работа, что мы делаем с нашими кроличками, как за ними ухаживаем, ну и, конечно, как ведем наши прекрасные экскурсии. Подписывайся на наш канал, и ты узнаешь еще больше об этих пушистых существах и будешь видеть много мимимишных видео. Наше кафе открывается в 9 часов утра, работа до нас с 10, мы приходим пораньше, чтобы успеть открыть загончики с кроликами, поиграть с кроликами. Включаем свет, обязательно дезинфицируем наши диванчики и столики, это обязательный пункт, чтобы кролики жили в чистоте. Что все сердечки? Кто наш самый потлатый? Каждая наша комната оборудована специальными корзиночками, мы их заказываем специально для кроликов, и, как видите, их постоянно кушают. И это нормально, мы заказываем их раз, их хватает на две недели примерно. Они специальные лозы, тут нету лака или краски, а кролики очень хорошо точат свои зубки и не точат свои зубки об столы, например, или стены. Наши кролоняне проводят интересные зайквесты, здесь люди самостоятельно отвечают на вопросы, конечно же, это вопросы по экскурсии нашим кролонянь. Дальше идет у нас задание на подсчет кроликов, и не только разных кроличьих сувениров. Далее мы рассказываем очень интересные легенды о кроликах, и тут тоже есть такое задание. Ну и в четвертых, конечно, мы рисуем кролика. И в конце наши кролоняне выдают вкусняшку, например, какую-то человеческую, замечу, вкусняшку, не кроличью. И есть вот такой красивый детский квест, он чуть-чуть полегче, чем взрослый, но с него мы тоже выдаем вкусняшки. С этой стороны у нас есть классный тест, кто-то из наших кроликов, его тоже может провести кролоняне, можно самостоятельно взять, заполнить, ответить на разные вопросы и узнать, кто ты из наших кроликов, какой характер тебе больше всего подходит. С утра у нас очень мало посетителей, мы ждем, когда к нам придут первые, а наши кролики отдыхают, чилят, смотрят друг на друга, вылизывают. Да, Бэтмен? Да. Ну и, конечно, они любят группироваться вот такими пухистыми группками. Каждый раз, когда я их снимаю, они перестают быть изначально натуральными и делают все как будто специально. Привет, Рафаэль! У кроликов есть смешные домики, они тут живут, они спокойно закрываются на ночь и можно им здесь гулять. А, конечно, так как у нас свободный выгул, домик это лишь их ночлег. Лев Николаевич, доброе утро! Доброе утро, Лев Николаевич! Мы меняем здесь туалетики, которые загрязнились за ночь, кладем новое сено. Да, Лев Николаевич, я не отнимаю ваш туалет. Кладем новое сено, меняем водичку, она специально такого желтого цвета, это витаминчики в воде. И потом выпускаем кроликов гулять. В каждой комнате есть специальные игрушки с сеном, побольше и поменьше. Сейчас будем вытряхивать старое сено и наполнять его новым. Есть деревянные игрушечки и классные кроло-туннели. Гости приходят к нам не по записи, а тогда, когда хотят, так как мы работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера, то экскурсии проходят совершенно разное время. Здесь как? Здесь можно обучить. Да, мы приучили нашу кассеточку и мы забрали их в разное время из мясопушных ферм, но с поселушек, скажем так, и начнем знакомство с нашего самого большого. Здесь он справился со столом, это у нас Джордан. Название чистосокопоскебариста, это порода Фландер, тоже древняя, порода Дюйвен, в 16 веке, и эта порода так передавала себя на пасторасущая. Данная порода рекорд может достигать 20 килограмм. Он отдыхает, чаще всего в рамках большие черночные животные и у них перерываются на то, на такое время. А второй шоколадненький, свисячный ушек, у нас это Тюйфель, французский баран. Баран, потому что немножечко баранье, так что можно заметить, что у нашего трюфеля висят ушки, благодаря тому, что они у него вся, просто исключил из них. Я и говорила, вот эти трюфеля, мушки висят, и мушки по шоколадненький, это жуки резкие плюшки. Открывай. Триумфально открываем. Торжественно. Торжественно. И кладь. Спасибо. Торжественно кладешь. Новые большие туннели заказали, в этот раз слишком большие. Было написано, что они для маякунов, но, по-моему, они для хороших, такой, средней собаки. Джордан у нас пролезет. Привет, Джордан. Джордан пролезет. Ой, ну, супер. Раз Лев Николаевичу ценил, значит, уже хорошо. Тебе нравится, Джордан? Нет, не кусай туннель. Только не туннель. Он новый. Ладно, кусай, конечно. А что мне? Ну, я думаю, помимо лошадей. А еще мы вот сейчас закупили новыми игрушками-пирамидками, будем осваивать их с кроликами и посмотрим, насколько это эффективно. Так, тест номер один. Новая игрушка для кроликов. Ребят, смотрите, новая игрушка. Че скажете? Да, нам нужно вынимать. Бэтмен, помоги им. Так, тест номер два со вкусняшкой. Берем маленький кусочек вкусняшечки. Панда, да это ко мне нужно. Рафаэля уже все понял. А Бэтмен у нас, как всегда, нелюдимый. Сейчас. Ладно, ладно. Оторвать вкусняшку достаточно сложно. Остальное положим и запрячем вот сюда. А стой, той, 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 той. Она до конца не закрывается. Тебе нужно будет как-то ее достать, Рафаэль. Так, давайте вместе. Коллективная работа. Нет, нет, нет. Руки у меня пахнут вкусняшки, но это не то же самое. Вот примерно так мы обучаем кроликов. Да? Да. Да, мой хорур. Да, все верно. Джордан. Да! Молодец! И еще. Ага. Вот что мы имеем в виду, когда я говорю, что ребята большие, чуть-чуть сообразительные, чуть больше. Ой, ой, нашли, нашли вкусняшку, мы ее еще раз запрячем. Поехали. Ага. Так. Мои пушистые комочки. Все, вывалилась вкусняшка. Все, я и вкусняшку-то потеряла. Так, мы поняли, что нужно доставать трюфель. Молодец. То, что надо. Так, теперь ищем вкусняшку среди всего этого. Даже я уже забыла, где была вкусняшка. По-моему, вот здесь, Джордан. Класс. Это наш красивый, необычайный склад с сеном наполнителем и опилкой, да, и норой. Ну, вот так мы вытаскиваем. Сейчас мы заберем отсюда сено и потащим его к нам. У нас есть тайные коридоры, откуда кролоняне достают сено. Ну, и все перемещаем в нашу коморку у кролоняне. Хоть, хоть, хоть. Это сено у нас тут много. Здесь у нас все, что нужно нашим кроликам, это пеленки, которые мы кладем на основу в корзиночке. Разные вкусняшки, которые мы время от времени им даем в качестве лакомств наши классные витамины для кроликов. Здесь же мы стираем квесты. И в целом тут хранится очень много всего. В основном все хранится в таких вот боксах. Между экскурсиями наши экскурсоводы приносят морковку и сено на кассу для наших новых гостей. И также стираем квесты, так как их много выполняют. Все наши гости сначала переодеваются в тапочки. Ходите, идите прямо, вас навстречет уже наш экскурсовод. Все сначала моют ручки, чтобы идти кроличкам в чистоте. И потом проходит по коридору к нашим экскурсоводам. Сначала мы дезосфицируем ручки растворных хлоргексидин, чтобы добить все возможные микробы. Кстати, в комнатах с кроликами мы специально используем теплый, слабый свет, потому что они норные существа. И важно, чтобы они не пугались, и чтобы свет их не доставал. Все-таки они всю свою жизнь в основном живут в норках. Как только у нас заканчивается экскурсия в комнате с маленькими кроликами, все переходят в комнату с большими кролами. за экскурсоводом. Аккуратненько идти на дверю. Ну, не то, чтобы двери прям бьют, но их действительно нужно придерживать. Морковка выбивает. Далеко. Соседнюю дверку. А у нас тут все близко. Морка маленькая. Смотрим подножки. Там у нас ступенечки. Да, тут большие кролы. Труфель, а можно вашу мордочку? О, о, зефир. Может быть, мы и твою мордочку. О, привет. Привет, а то я тебя сегодня так и не показала. Труфелек. Да. Они очень любят лежать все вместе большой гурьбой и постоянно меняются. Вылизывают друг друга так тщательно и нежно. Иногда себя, иногда другого. И хоп, и все. Вот мы сложились. А наш такой такой шоколад. Шоколад точно. Красивый. Красивый. Итак, ну, чтобы знакомиться с нашего черного. Между экскурсиями кролы отдыхают в каждой комнате. Очень кролики любят диванчики. Мы сначала их купили для того, чтобы люди сидели, чтобы в комнате было, ну, приятненько и здорово где-то сидеть попой на чем-то мягком. Но оказалось, что диваны мы купили для кроликов. Они очень любят их рыть, копать в них норы. Мы меняем вот эту обивочку. Ну, а в целом они, на самом деле, вот так вот лежат. Спят. Да, Джордан? Да. Вот зефир там заныкался и трюфель умывается. И обязательно в каждой комнате у нас есть специальные пенечки. Это всегда сина, дуб или береза. Об них они точат свои зубки. То есть, помимо корзиночек, об которых точат зубки, у нас еще есть премнышки с корой. Да, у нас есть система здесь. По отдыху кроличков. Значит, первый план дня у нас гуляет в декоративной породке. И они меняются. Сейчас наш пролоняня все откроет им. Ждут около своего вольерчика. И когда открывается дверка, оп, и панда тоже хочет туда. Пандочка, ну все, вот твой дом. Беги, беги. Вот, чистенький домик. Все у тебя тут почистили же. Класс. Так, и настало время больших девочек. Они нас живут во вторых вот таких загончиках. Сейчас мы их тоже оттуда будем доставать. Ну, и сейчас будем знакомиться. Ну, что такое? Что такое? Что моя радость? Конечно, самое время умываться. Оп, нога кролла няни. Кушай, конечно, свежая сенка. Все для тебя. Так, а мы вернемся к нашему репортаже к экскурсоводу. Кажется, экскурсовод уже все сделал без меня. А вот и почито. А вот и вожак нашей стаи. Вот так любит наших ролей. Я мой хороший. У меня просто Кокер Спаниэль. У него тоже такие же уши. Интересный вариант событий. Гуччи, ты почти как Кокер Спаниэль. Они заследуются к консисту. Они должны протестировать косметику, а также на них должны протестировать в кармане. И мы забрали их в полу, и мы поймем все хорошо. И поэтому у них на ушках номерки. Да? Да. У меня есть уличный номер на ушках. Не пугаетесь, если вы в этом взяты. А также начнем с того, что потихонечку. Наша эльца полностью беленькая. У нас эльца пород белый великан. Чтобы получить такую породу, брали за основу бельгийского великана либо по другому породу плановка. Как раз раствор хлорогексидина. Иногда нам не доверяют люди, думают, что мы обрабатываем руки спиртом. Но, конечно, спиртом нельзя обрабатывать. Это небезопасно ни для кроликов, ни для людей. Все будет жухнуть. Поэтому у нас раствор хлорогексидина. Все наши правила продублированы в каждой комнате на табличке. Но, конечно, больше всего за соблюдением правил нас включает экскурсовод, то есть кролла-няня. Чтобы наши люди точно знали, что можно, а что нельзя. А главное, почему мы сделали такие правила. Ведь мы очень и очень заботимся о кроликах. И хотим, чтобы люди знали какие-то замечательные животные. И как можно классно с ними проводить время, что они очень чем-то похожи на кошечек и собачек вместе взятых. И обязательно рассказываем про каждую породу. А во второй комнате с большими мальчиками у нас, собственно, Джордан меняется. Он обычно бежит к своему домику сам. Вот, мордочкой вот так все его открывает. Давай, Джордан, мое солнышко. Вот, и забегает. Вот, когда нас спрашивают часто, а, наверное, вам приходится сложно, то нам не приходится сложно. Джордан сам заходит, сам выходит. Очень ответственный мальчик. Умный мужчина, да. Во втором вольверчике у нас меняется Сириус. Он выходит погулять. Сириуса тоже время-три не надо просить, время-три нет. Нужно время подумать, Сириус. И мы думаем, мы думаем, мы застряли. А вот и Сириус. Сириус, сейчас с тобой придут знакомиться. Ты у нас только вышел. Он у нас достаточно популярный кролл. Хоть, хоть. Все разбросали сено, да, никто не пылесосит. Ничего, сейчас мы подбитем. Это не проблема. Время мимишности. Посмотрим, как жует Сириус. Проходите. Да, это наш Сириус. Как из Дарри Поттера Сириус. Да, это Сириус Блэк. Проходим, дядя, да? Да, да, да. Анимак. Он превращался в большую черную собаку, а наш Сириус самый большой черный кролл. Вторая секретная комната в комнате для наших кролл и нянь. Это домик для швабр. Очень часто нас спрашивают детки, что же там. И там швабры. Швабры. И мы моем мисочки. И у нас есть классная груминг-мойка. Но она нужна очень редко, как вы знаете из других видео. Мы не моем кроликов. Это делается очень редко и только по назначению ветеринара. Поэтому в данном случае нам наша груминг-мойка больше нужна для мойки инвентаря. А мы, как сотрудники, очень любим их наглаживать. К нам они, конечно, намного быстрее привыкают, чем к гостям. И хорошо нас знают. Да, мой милый. Да, мой сладкий трюфелек. Мне нравится ходить за кролл и няньами. Реально красивый получается блог. А, привет, ребятки. Что у вас тут? Чил? Чил? Да? В нашем доме кролл и нянь. Сегодня мы насыпаем корм. У нас прекрасные миски для собачек. Одно и даже когда-то было написано собачка. Гуччи участвует в процессе. Кто моя нереальная красотка? Может, я тебе помочь одной рукой открывать двери хочешь? Кладем новую пеленочку. Все на завтрашний день. Сену свежий. Проверяем тесты. У нас все проходят тесты кто-то из наших кроликов. И под конец нужно стирать и тесты, и квесты, и все, что возможно. Пефирчик. Мое ты, солнышко ушастое. Да, ты. Это ты. Все добавили нашим кролям новые витамины. Водичку. Очень хорошо идут. Будем все пробовать. Наш ветеринар-отолог нам все назначает, и мы пробуем, да. Ну, часть кроликов у нас отдыхает время от времени, поэтому есть дополнительные вот такие таблички. Ага. Про Джордан. Ужин прошел. Ужин. 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 Тебе хороший. Гуччи, мы чего-то ждем. Мы ждем еду. Скоро будет, скоро будет еда. Девочки. Да, я сказала про еду. Все верно. Так, ребята, у нас ждут. Мы тут уже все собрали. Все столики, все прибрали. Ждем, когда нам вынесут ужин. Можно взять у вас интервью? Мы хорошие. Все, все. Ай, 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 ай. Мы все хотим, мы все хотим. Хоп. Аккуратно, аккуратно. Так. Нет мисочки. Нет мисочки. Сириус. Вот оно счастье-то. Да. Так, ребят, вам тоже в соседнюю дверь. Теперь, когда все кролики закрыты, время мыть полы. Триумфальное вношение девочки. Потому что с утра у нас верхняя дезинфекция, а вечером нижняя. Да, у всех тут же закрытие. Да, да. Так, здесь тоже пол помы. Все спят в своих загончиках. А вот и ночное кафе. Все закрылись и уходим. Пиши свои комментарии внизу под видео, я на все отвечу. Если хочешь прийти к нам работать, тоже будем ждать тебя на HeadHunter. А еще смотри наше видео. Мы тут рассказываем про то, как мы живем в антикафе. Что у нас происходит. Ну, и, конечно, будем тебя ждать нашим зрителям в следующих видео. Пока. Продолжение следует...